Мир вам! Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Политический вечер». С вами Владимир Воля, политолог, политический обозреватель 17 канала. Сегодня у нас в студии гость, кандидат социологических наук, заместитель директора Центра социальных и трудовых исследований Владимир Ищенко. Здравствуйте! И сегодня у нас основная тема – это социальный протест. Куда пойдет социальный протест и какая из политических сил воспользуется ростом протестных настроений в украинском обществе с точки зрения социологии. Но начнем с небольшого облица традиционного. Что у нас происходило сегодня и что, по нашему мнению, следовало бы выделить из событий уходящего дня. Ну, во-первых, Верховная Рада соберется в четверг на свое заседание. Об этом была достигнута договоренность. Это будет внеочередное заседание. И будут рассмотрены вопросы внесения изменений в закон о выборах. На внесении поправок настаивают как минимум две фракции. Фракция партии «Самопомич» и фракция радикальной партии «Олега Ляшко». Также будет принято несколько законов, которые необходимы для сотрудничества Украины с МВФ. Два закона в рамках программы безвизового режима. И, возможно, будет переголосован скандальный закон о реструктуризации валютных кредитов. Это тот закон, который в четверг оказался настолько острым, что, комментируя данное событие, президент Петр Порошенко заговорил как раз о том, существует ли коалиция вообще и в каком она качестве существует. Ну и, конечно же, скандальные отставки, плюс заявление Юрия Луценко, лидера фракции блока Петра Порошенко, о том, что он не хочет больше возглавлять президентскую фракцию в Верховной Раде. То есть будет заседание парламента, но не все так просто, потому что завтра президент Петр Порошенко и премьер-министр Арсений Яценюк должны встретиться, намерены встретиться с лидерами парламентских фракций и обсудить вопросы работы коалиции. Как сказал Арсений Яценюк, все согласны, что другой коалиции у нас нету и не будет, поэтому нужно искать вопросы конструктивного сотрудничества. Сегодня же в Минске прошли заседания нескольких рабочих подгрупп в рамках работы трехсторонней контактной группы по урегулированию кризиса на востоке нашей страны. Было также и заседание самой трехсторонней группы, о чем шла речь? Ну, о восстановлении банковской системы, хотя бы частичном восстановлении банковской системы на территории контролируемой самопровозглашенными ДНР и ЛНР, а также об отводе вооружений калибром менее 100 мм. Ну и, конечно же, наверное, одной из главных резонансных тем последних дней, которое перешло к нам на эту неделю в обсуждении, это, конечно же, социальный протест, радикальный протест. Как мы знаем, происходит демилитаризация населенного пункта Широкина, и вроде бы ДНР отвели оттуда свои силы. Но вот сегодня, сегодня радикальное, прошу простить, батальон Донбасс отказался от того, чтобы оставить населенный пункт, данный населенный пункт. То есть, фактически, непонятно, является ли эта позиция неповиновением тому, что видит себе командование вооруженными силами Украины, командование АТО. То есть, мы посмотрим, что это будет на самом деле по комментариям сегодняшнего вечера, завтрашнего дня. Что же касается закона о местных выборах, то вот интересные нюансы. Партия Самопомич и партия Олега Ляшко хотят, чтобы были внесены правки, чтобы отказаться от участия блока в выборах, потому что партии должны нести ответственность. И, кроме того, партия, которая принимает участие в выборах, должна быть зарегистрирована не позднее, чем за год до выборов, чтобы не было сепаратистских проектов. И, кроме того, эта партия должна принимать участие в выборах по всей стране, а не быть местечковым проектом под удельные княжества. Кроме того, выступают за запрет политической рекламы. Понятно, что запрет политической рекламы и такой политический избирательный стаж партии не менее года на руку только известным раскрученным брендам, названием. Потому что новички, таким образом, сразу же отрезаются на пути к избирателю. То есть они даже могут стать не просто известными рейтингами, но даже лишаются возможности стать узнаваемыми, просто чтобы люди о них знали. Но это не столь главная тема. Уровень бедности, как я уже вчера говорил, уровень бедности в Украине к концу 2015 года может достичь 33%. Рост протестных настроений мы уже даже на бытовом уровне, рост недовольства, мы ощущаем уже второй год. Каким может быть радикальный протест? Вот я сейчас предлагаю посмотреть небольшой отрывок видео с марша правых добровольцев и националистов, который проходил в пятницу, 3 июля в Киеве. Вот послушаем. Сейчас попробуем. Да, что там. Это выступает... Поскольку со звуком что-то у нас не получилось, извините. Это выступал бывший киборг с позывным «Бес». И, в общем-то, он сказал, что в Украине кризис и что «Хунта прейде», «Порядок на ВД» — это одно из лозунгов. Толпа скандировала «Хунта Буде», «Хунта Буде». И чиновникам и режиму Порошенко во время этого марша и митинга грозили тем, что если не будет улучшений в стране, если не будут выполнены требования протестующих, то фонарей в Киеве много. То есть это прямо то, что говорилось прямо участниками митинга. Вот такой бывает радикальный протест. Ну а сегодня мы с нашим гостем поговорим о том, насколько действительно серьёзны протестные настроения в обществе и каковы основные темы этого протестного настроения. Ну тут можно много чего комментировать. Во-первых, это даже не самый радикальный протест, который происходит в Украине. И это конвенциональный митинг. Люди пришли, собрались, поговорили. Они, конечно, говорили радикальные вещи, это выступали радикальные политические силы и радикально настроенные люди, в том числе с вооружённым опытом. Но в стране происходит и достаточно много действительно насильственных протестов, которые не ограничены тем, что... Не ограничены радикальными словами, но приходят уже к делу. Вот, например, по нашему исследованию Центра социальных трудовых исследований систематического мониторинга протестных событий в прошлом году количество насильственных действий, вот даже если мы сознательно исключим военные действия, которые происходят на Донбассе, и посмотрим, что происходит в остальной Украине, исключим Крым в том числе. То есть без Крыма и Донбасса? Ну вот, без военных действий, там, где, безусловно, происходит насилие. Но вот в этой именно протестной сфере количество насильственных протестов, оно было чрезвычайно высоким. Оно превышало даже уровень насилия во время Майдана. Вот когда мы смотрели на горячие шины... Для зрителей количество протестных действий, то есть имеется в виду это мусорная иллюстрация, какие-то избиения... Да, гораздо хуже поджоги офисов, убийства в том числе, применения, допустим, гранатомётов, подрывы, приватбанка, которую можно вспомнить в прошлом году. Ну да, но... Мусорная иллюстрация – это тоже даже недалеко из самых радикальных вариантов, к сожалению. После Майдана, вот то, что называется репертуаром протестных действий в Украине, он изменился радикально. Он изменился как раз в сторону резкой радикализации. То, что до Майдана было просто невозможностью, это даже вот обычно в европейской практике, как-то или молотого, они практически не применялись в Украине в массовом масштабе. Теперь это, в общем-то, даже не самое страшное, что может произойти во время протестов. То есть, если говорить о мусорной иллюстрации, актах насилия по отношению к представителям власти и чиновникам, оппонентам, политическим оппонентам, то получается, что по статистике за 2014 год мы имеем определенную цифру. Но пока что 2015 год не закончился, или если сравнивать в среднем по полугодию, то... Ну, я не скажу точную цифру за 2015 год, потому что мы сейчас еще обрабатываем эти данные, и просто не хочу вводить в заблуждение. Но за период второго полугодия 2014 года количество насильственных действий, как мы их классифицируем, то есть те протестные действия, которые наносили непосредственно ущерб либо людям, либо собственности. А ориентировочно какую-то? Вот, 18%. По сравнению с периодом Майдана, где это было 13%, а до Майдана это были вообще смешные цифры, 8%. В 2011 году, например, всего лишь 4% протестных событий в Украине были насильственного характера. То есть из всех протестных событий до Майдана 8% насилили насильственные характери. Это 2013 год до начала Майдана. До начала Майдана. Во время Майдана... 13% 13% от всех протестных действий. Это включая митинги, пикеты и так далее. Да. Марши. А после Майдана... Во второй половине до 2014 года уже 18%. По полугодию, да? Да. А вот с чем вы связываете то, что количество таких протестных акций, откровенно, с применением насилия уменьшилось? Оно не уменьшилось, оно увеличилось. Ну вот в сравнении с 22-м полугодием 2014 года. Я просто не скажу, сколько сейчас. А, то есть пока еще не... Рано говорить о тенденции, да? Мы не имеем сейчас каких-то точных цифр, да. Но я бы сказал, скорее, оно не будет уменьшаться, потому что, во-первых, изменились сами представления, что допустимо во время протеста, а что нет. Изменились ожидания людей. Вот те практики, которые раньше были необычными, они стали обычными, типичными. Во-вторых, возросло количество ресурсов для насилия. У многих людей теперь есть оружие, вот, которое они будут променять. Многие люди теперь умеют варить коктейль Молотова, то, чему они научились во время Майдана и в последствующих событиях. И, да, фактор настроений. Чем озлобленнее будут люди, тем они будут готовы переходить к радикальным действиям. То есть на уровне общественного создания нормальными, адекватными, более нормальными, адекватными, естественными стали практики применения насилия против власти, против политических оппонентов. А вот, допустим, если говорить насилие, да, это протест или террор? Разница, если это против политических оппонентов. Вот убийство Олеся Бузины, да, допустим, ну там с Калашниковым непонятно что. То есть с Бузиной понятно, что это однозначно политические оппоненты. То есть к этому следствие склоняется. Вот мусорная иллюстрация. Там же тоже все-таки, как бы, да, чиновники, но вместе с тем политические оппоненты. Вот разница, граница есть между политическим протестом и таким террором, да, облегченная версия террора по отношению к политическим оппонентам? Ну, с точки зрения социологии, террор — это одна из стратегий протеста. Можно использовать не насильственный протест, а можно переходить к насильственному протесту, можно переходить к террору как к особому виду насильственного протеста. Когда целью является, стратегия сводится именно к асимметричному применению насилия. Вот во время войны две вооруженные группы сталкиваются между собой. Террор предполагает, что у одних оружие есть, у других нет. Ну, оружие, да, в качестве оружия можно много чего использовать. Вот, обговоря о настроениях, результаты опросов общественного мнения 2015 года, как изменились настроения. После смены власти в Украине произошло ухудшение экономического положения, и, соответственно, стали меняться настроения. Вот инфографика Реоновости от 14 февраля, это от 14 февраля, подавленность и обнищание украинцев. Вот мы имеем, как в сравнении с декабрем 2013 года, изменились, да, удовлетворены были 45 процентов. Это 2013 год, еще начало Майдана. 27 процентов были в феврале 2015 года. То есть в два раза фактически упало, ну, почти в два раза, да, так, по грубым прикидкам, упало количество тех, кто удовлетворен жизнью. Я так понимаю, вообще и в целом. А вот те, кто не удовлетворен, 50 процентов в декабре были не удовлетворены в декабре 2013 года, а 70 уже в феврале 2015 года. И вот негативные преимущества, негативные эмоции в сравнении, здесь в данном случае, сравнение с августом 2014 года. В феврале 2015 года плюс 9 процентов тревога добавилось, при этом 63 процента. В августе 54 процента опрошенных использовали тревогу, испытывали тревогу. 63 процента в феврале, за полгода, да, ну, август уже был военный месяц нестабильный. Страх плюс 9 процентов с 26 до 35 в феврале. И растерянность, растерянность, ну, осталась на том же уровне. Безысходность плюс 3 процента с 10 до 13 процентов. Надежда подтаяла на 4 процента с 40 до 36. И, конечно же, оптимизм тоже на 3 процента уменьшился с 17 до 14. Низкий уровень социального оптимизма. У третьих украинцев доходы остались на прежнем уровне. 61 процент уменьшает, отмечает уменьшение своих доходов. Ну и так далее. На втором месте украинцы стали экономить на одежде и обуви. На одежде и обуви больше всего стали экономить на продуктах питания. 38 процентов не имели сбережения уже в феврале 2015 года. А 37 процентов заявили, что их сбережений хватит не более чем на 2 месяца. Это данные РНБ групп жителей Украины за исключением Автономной Республики Крым Донецкой и Луганской областей города Севастополь. Вот ваши исследования, возможно, там были у вас исследования тоже. Какие темы, какие проблемы наиболее важны для граждан Украины? Мы изучаем не столько настроение, сколько протестные события. И вот в 2014 году, например, очень необычно преобладали протесты политические, идеологические. Это необычно потому, что до начала Майдана подавляющее большинство протестных событий, которые мы фиксировали в Украине, имели социально-экономический характер. После начала Майдана начинается патриотическая мобилизация с одной стороны, с другой стороны протесты как раз за Россию, за федерализацию, как бы мы их там не называли. Много протестов за либо против политических лидеров, политических сил. Протестные кампании за борьбу с коррупцией, за иллюстрацию и тому подобное. И до декабря 2014 года вот эти протесты преобладали. Это не означает, что преобладали такие настроения, но люди выходили протестовать именно с такими поводами. В декабре произошла определенная смена, когда впервые за 2014 год мы зафиксировали большинство снова же в социально-экономический год. первый раз за месяц 2014 года. Тогда опять больше половины протестов имели социально-экономический характер. Они были в том числе связаны с отключением электроэнергии, в тот месяц, но и также с тарифами. Да, отопительный сезон уже начал. Давайте себе знать. Вот декабрьский опрос, есть данные декабрьского опроса, тоже РНБ групп, почти 90% оценивают экономическую ситуацию в стране как плохую. Это декабрь 2014 года. 62% украинцев не удовлетворены жизнью, которую ведут удовлетворены всего 35%, преимущества негативные эмоции 54%, то, что я говорил, процента, тревога, 22%, страх, безысходность, оптимизм по 11%, а среди позитивных чувств жители Украины преобладали надежда 44% и оптимизм низкий показатель. 88% оценивают экономическое положение страны как в целом плохое и только каждый десятый как среднее положение. Это ноябрь, декабрь, конец ноября опрос. Вот ситуация по данным направлениям как бы вряд ли улучшается. Да, скорее ухудшается. Вот эти акции экономические их будет больше или все-таки следует ожидать перетекания этого всего недовольства в политический процесс протеста? Их будет и тех и других больше, потому что настроение не так автоматически конвертируется в протестное действие. Люди могут ругать власть, могут быть очень недовольными, но не протестовать по разным причинам. Вот, например, как довольно известный факт, что перед Майданом на самом деле уровень протестных настроений был совсем невысоким, не каким-то чрезвычайным, но это переросло в революцию из-за очень многих разных факторов, в том числе и технологических, и в том числе из-за неадекватной реакции власти, совершенно неадекватного насилия по отношению к протестующим. С точки зрения настроения на самом деле важны два фактора, как мне кажется. Во-первых, сколько людей ожидают, что это ухудшение их материального положения будет временным, и сколько из них ожидает, что это скоро закончится, а потом начнется улучшение. Вот то, что наш премьер-министр обещает, мы должны потерпеть чуть-чуть, но потом станет лучше. Сколько людей ему верят? И второй фактор, сколько людей надеются на какое-то позитивное разрешение военного конфликта? Мизмин, это вот то, что я цитировал февральское исследование, 14% оптичистов, и 36% испытывают надежду. Вот все-таки, что у нас происходит с протестом? Многие сейчас сравнивают, что вот был Майдан, высокий уровень протеста, против чего протестовали, и то, и то, и то, в том числе были социальные, экономические требования, связанные с уровнем жизни, то есть бизнес под давлением налоговым, проблемы у бизнеса уже обозначились в 2013 году, соответственно, уже были сокращения работников, сокращения заработной платы, то есть, так или иначе, социально-экономические проблемы потихоньку нарастали, уже даже в 2013 году не так уж потихоньку, но очень заметными темпами, да? Вот прошел, прошло полтора года, и сейчас говорят, а почему же вы против этих высоких тарифов не протестуете и так далее? В чем может быть секрет того, что, да, есть акции против роста тарифов, но это какие-то локальные небольшие акции, это не Майдан, ничего, да? Вот в чем может быть причина? Ну, опять же, если попробовать систематически проанализировать, некоторые люди могут ожидать, что это, опять же, это временно, да, тарифы растут, но потом вдруг у нас там поднимутся зарплаты, да, жизнь в общем станет налаживаться, и они не будут готовы выступать по поводу тарифов. Кроме того, проблемы, скажем так, легче вывести на протест хорошо организованную группу, которая имеет высокий уровень солидарности между собой. Например, почему протестуют заемщики валютных кредитов? Они хорошо связаны между собой, и они прекрасно понимают общую проблему, которые, это, в общем, небольшая группа активных людей, относительно небольшая. Вот так же, например, как проходил, допустим, налоговый Майдан 2010 года. Мелкие предприниматели, по которым бил была тогдашняя реформа налогового законодательства, хорошо организованы на своих рынках, они друг друга знают, они имеют хорошие связи. И имеющие общую идентичность. Можно это назвать корпоративизмом. Или, допустим, в следующий год, в 2011 год, протест чернобыльцев и афганцев. Опять же, люди, которые имеют общую историю, общую историю их либо военных действий в Афганистане, либо связанных с Чернобылем, хорошо связаны через свои чернобыльские и афганские организации, которые выступали таким вот инструментом мобилизации. Да, сети. И имеющие общую, в общем-то, высокий уровень солидарности. И они были готовы, их было не так много, это не так много людей, в общем-то, в пересчете на общее население Украины. Но они были готовы на регулярные и, в общем-то, на тот момент радикальные протесты со штурмами Верховного Совета и тому подобное. Тарифы, с одной стороны, они бьют по многим людям и они могут перерасти в массовый протест, как, допустим, произошло в Армении. Но, с другой стороны, перевести его в этот протест может быть не так легко. Вот в Армении этому, опять же, помогла полиция, которая применила неадекватное насилие по отношению протеста. Ну, насилие, любое насилие, любые жертвы, да, сразу появляется то, что называется можно сделать сакральной жертвой, преподнести, да, медийно. И сразу же появляется только какое жертвы насилия. Если их сразу выставляют сакральными жертвами, то сразу начинают работать кем-то с запущенной технологией мобилизации протеста. То есть, пока что у нас, вот, учитывая постмайданную динамику, вот, допустим, данные мартовского опроса, мартовского опроса, так, 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 опять-таки, R&B, да, R&B, вот, вышла под заголовкой материал «Народ устал от войны и политики». И вот по данным опросам, по данным опросам, люди стали, все меньше людей стало позитивно относиться к военным сценариям на востоке Украины. То есть, вот, данные вы видите, да, на экране, 65% считают, что не будут выполняться минские соглашения, но тем не менее, но тем не менее, все-таки люди не склоняются к военным методам. То есть, вот эта усталость от войны и от политики, может ли она сыграть злую шутку с Украиной, с тем, что вот именно как раз эта усталость, плюс падение уровня жизни, плюс низкий уровень оптимизма и надежды, и все это превратится в некую гремучую смесь, когда бы наступит такая общественно-политическая литургия? Да, это очень, на самом деле, реалистичный сценарий. Ну, давайте вспомним Первую мировую войну, которая закончилась несколькими революциями в России и в Европе, немецкого казера тоже свергли в 1918 году. Австралии была проигранная война, обнищание населения в связи с этим, проблемы даже с поставками хлеба в города. И были радикальные политические силы, которые были способны перевести очень сильное радикальное настроение масс в политическую социальную революцию. И я думаю, это то, что вполне реалистично может ожидать Украину. Конечно же, это зависит в том числе и от политики действующего правительства. Сможет ли оно адекватно отреагировать на эту ситуацию или оно продолжит идти вот этим тупиковым путем. А вот как раз параллели с Первой мировой войной и революциями, которые случились, которые развалили как минимум три империи. Российскую империю, Австро-Венгрию, Германскую империю и плюс Османскую империю. Османскую империю и плюс угроза революции существовала во Франции, когда тоже французские войска снялись с фронта и двигались в сторону Парижа, но только генерал, забыл, как генерала зовут, благодаря своему авторитету остановил эти войска и снова вернул их на фронт. Так вот, из пламени мировой войны и большевики, это тоже в России особенно отмечали, в Российской империи, родилось пламя революции. Вот можно ли предположить, что сейчас радикалы тоже рассчитывают, что из этой войны, которая на Востоке, раздуть пламя революции? Все-таки вот последний марш... Да, именно на это они рассчитывают на самом деле. Я бы даже сравнивал это не с Францией и Россией с ситуацией в Италии и Германии, где проигранная война привела к появлению довольно большого количества озлобленных фронтовиков, которые стали одной из основных частей социальной базы нацистов и фашистов. В Российской империи тоже озлобленные фронтовики, сидевшие в окопах, плюс некачественный саботаж со стороны поставщиков, сидения в окопах в грязи и так далее. Сейчас у нас фронтовики более привередливые, в окопах в воде не сидят, уровень другой, забеспечения, захист и так далее. Не то, что Первая мировая и Вторая. Но вот все-таки там же тоже Российскую империю... что намного лучше, поскольку их обеспечивают сейчас общество. Война в смысле человеческих страданий и смертей она не стала лучше, комфортнее настоящая война. Так вот, Российскую империю тоже развалили, недовольные фронтовики, те же советы солдатских матросских депутатов, то есть то, что по аналогии сейчас с батальонами можно провести аналогию, вот, они раскачали ситуацию, вот, но там была какая-то определенная база. Если мы берем Германию, то Гитлер тоже не сразу пришел к власти, он прошел, его партия прошла пивной этот путь, да, в Мюнхене, потом несколько выборов, результаты то выше, то ниже, в итоге они вышли на результат, который им позволил утвердить Гитлера в качестве канцлера. В Италии тоже было определенное как бы недовольство и была база социальная, но постепенно Виталий довольно быстро пришел Муссолини к власти. Вот в Украине вот это недовольство, которое созревает и оно возможно будет несколько таким литургическим неудовольствам, да, потому что после Майдана получить такой результат, это вот конечно пессимизм возникнет, то есть определенное разочарование в протестном действии, вот, но насколько вот эта протестная база растущая, да, является базой для вот таких правых радикальных сил? Ну, во-первых, не стоит надеяться на какое-то разочарование протестного действия, ну, потому что там была оранжевая революция в 2004 году, да, которая якобы ничего не изменила. После нее были и налоговые Майданы, и чернобыльцы с афганцами, наконец, вот тот Евромайдан, который мы получили в 2014 году. Люди разочаровываются, потом опять понимают, что другим путем невозможно надавить на власть. Вот, и эта власть тоже почувствует то, что люди ей не будут верить, и не будут видеть других способов давления на нее. Вот тогда давайте посмотрим, попробуем так посмотреть. Есть определенное недовольство, да, какой процент, приблизительно, да, можно прогнозировать, какой процент населения Украины готов к активным, жестким протестным действиям? Ну, опять же, вот, вообще к активным действиям выйти на улицы. Если пытаться опираться на данные опроса, что бы они ни показали, 50%, 60%, 30%, это цифры довольно условные. Одно дело сказать интервьюеру во время опроса, да, что, да, всех надо автоматами расстрелять уже и продемонстрировать свое якобы радио настроение. Другое дело действительно взять автомат и пойти стрелять. Это две принципиальные разные вещи, слово и дело. Вот. и на что важнее смотреть на самом деле на наличие организованных групп людей с серьезным опытом насилия и с доступом к оружию и часть элиты, которая может попытаться использовать этих людей, очень злых и очень опасных, в внутриэлитной борьбе, например, за властью. Тут, опять же, что произошло в Германии и Италии, там не просто нацисты и фашисты, которые действительно на, ну, допустим, на 18-19-20-й год. Это Сталин спрятал национальный социализм, чтобы не понимали, что тоже социалисты. Мы понимаем, о чем речь. Действительно, в 18-19-20-20-м году это были не такие уж сильные организации. Допустим, даже тут же НСДП. В 18-23-м году они провалили свой пивной путь. И вот много аналитиков у нас сейчас успокаиваются. Вот смотрите, свобода проиграла на выборах, правый сектор не прошел парламент. Они несерьезные. Якобы у нас гражданская нация родилась, которая не приемляет таких вот радикальных настроений. На самом деле, вот эти небольшие, но организованные их группы с большим количеством идеологических активистов, не просто биомассы, которые приходят на митинги, а людей, которые верят в какие-то идеи и готовы за эти идеи заниматься политическим активизмом. Эти люди опасны. И они станут еще более опасными, если их попытаться использовать. Если, допустим, какой-нибудь опальный олигарх попытается использовать в борьбе с действующим правительством. вот говоря о базе электоральной по итогам выборов. Вот результаты выборов в парламент осень 2014 года. Что мы видим? Радикальная партия Олега Лешко 7,44% от принявших участие в голосовании. Явка там уже не помню, но она упала по Украине, что-то в районе 60% в целом была. Так вот, радикальная партия Свобода 4,71% получила от числа тех, кто принял участие в голосовании. Дальше, правый сектор 1,8%. Ну, для сравнения июньский, июньские данные, вернее. Опрос проведенный. Так, кто у нас его провел методом интервью, кроме Крым, кроме как Крым, то есть Донбасс в Курюшили, хотя не весь Донбасс, Киевский Международный Институт Социологии. Вот какие рейтинги здесь. У партии Олега Лешко 5,5% или 12% от принявших участие в голосовании. За свободу 1,8% от всех избирателей, вернее, от всех респондентов опрошенных, и 4,6% от тех, кто заявил, что придут в день выборов и проголосуют. То есть, в принципе, результат свободы не изменился за полгода, если брать эти данные. Дальше, что правый сектор, кстати, Народный фронт обвалился рейтинг от всех респондентов 1,6%, а от тех респондентов, которые сказали, что придут в день голосования, обязательно проголосуют, 4,1%. То есть, 4,1%, и вот результаты выборов 1,8%. То есть, результат выше, вот с точки зрения социологии, методики, техники, можно ли как-то объяснить, что это или реальный рост поддержки, или все-таки за счет того, что как-то процедурно что-то могло повлиять на, ну, дать такой результат, да, вот рост, если сравнивать. Я бы обратил внимание, на самом деле, даже на другие цифры, которые Киевский Международный Институт социологии опубликовал. 26,5% заявили что они не пойдут на эти выборы вообще, около 30%, что они не определились со своим выбором. То есть, то, что мы видим, это очень серьезное разочарование в существующих политических силах и отражение от избирательной политики очень большого числа людей. То есть, это апатия, да? Это же не, может быть, даже не апатия, а протест, тихий протест. Да, это такой пассивный протест. Опять же, вспомним, как на прошлогодние выборы очень большое количество людей в юго-восточных областях просто не шли, потому что они не видели своих политических представителей в тех партиях, которые выходили. выхода для себя и снова заставили выбирать из того, из чего они выбирали ранее. Или из тех, из-за кого они никогда не будут голосовать. Скорее, да. Красно-черные знамена там на востоке, на юге Украины просто сами знамена это уже воспринимается негативно. Это были политические партии, за которые они никогда в жизни раньше не голосовали, воспринимали враждебно. И плюс это были люди, которые были совершенно, очевидно, озлоблены на партию регионов и ее приемников. Злоблены на партию регионов, но тем не менее за их оппонентов не проголосовали. Да, да. С первого Майдана 2004 год, вот тенденция, что оранжевые никогда не станут белосиними, насколько их не агитируют, а белосиние никогда не станут оранжевыми. Нет уже партии регионов, но тем не менее те, кто голосовали и разочаровались в регионалах, они не будут голосовать за оранжевых. Да, вот это то, что мы видели. Точно так же, если вдруг исчезнет блок Петра Порошенко Народный фронт Правый сектор и Свобода, люди все равно не будут голосовать за партию Востока. Да. Кстати, вот да, спасибо, что акцентировали на этом внимание. По данным опроса КМИС, да, вот как раз 26,5% опрошенных респондентов сказали, что не принимали бы участие в выборах, а 25,9% не смогли определиться со своим выбором. То есть протест против существующей элиты, против существующих партий. Это, кстати, большая часть совокупна. Вот и как раз получается, что это 52,5%. Правильно посчитал? Ну так, где-то более 50%. Пускай там и сделаем скидку на ошибку статистическую, даже 50% точно. Ну еще часть из тех, кто не определились с выбором, они возможно думают над выбором между блоком Притопрошенко, Народным фронтом. То есть пускай даже 40% не примут, не пойдут голосовать и не выберут в итоге никого. то есть подумают, подумают. Вот чем опасна такая ситуация? Вот тихий, на самом деле зреющий протест против всех. Вот этот протест, он не канализируется в избирательную политику. Потому что, для чего выборы существуют? Для того, чтобы люди могли в том числе выразить свое недовольство каким-то конвенциональным способом. Вот что они не пойдут взрывать, допустим, что-нибудь, а пойдут и проголосуют за оппозицию. Вот как бы цинично это ни звучало. Так вот у большого количества людей в Украине на данный момент нет механизма канализации их недовольства в избирательную политику. Значит они могут выразить свое недовольство другими способами, более насильственными и более опасными для власти. Ну против власти насильственные действия против власти это одно. А учитывая, что большое оружие и что Украина расколота по идеологическому признаку по большому счету Восток-Запад да я бы все-таки не маскировал за этими цифрами президентских выборов и парламентских то, что половина населения как минимум да не является сторонником этой власти этих партий политических. То есть не может ли это вылиться в то, что вот такой всплеск насилие против власти там-там-там но это разные по содержанию протест по смыслам да у правого сектора его представители это один смысл революция у немая украинской державы у тех кто умеренные относительно это свои смыслы протеста у востока юга центра тоже свои смыслы не выльется ли это все в итоге в какую-нибудь в то, что гражданская война расползется на остальную часть Украины тихим таким сапом ну это это возможный сценарий конечно очень нежелательный но опять же его исключать нельзя то, что помогает власть это действительно тот факт что оппозиция расколота потому что ну скажем правый сектор и правые добровольцы они ориентируются на одних людей вот скажем это такие разочаровавшие майдановцы которые ожидали радикальной революции которые ее не видят и которые будут пытаться ее подогревать допустим провести третий майдан это идея которая звучала да, идея третьего майдана вот с другой стороны вот те люди на которых мы видим и которые в юго-восточных областях не хотят голосовать и не видят в общем-то никаких лиц избирательной политики которым можно было бы довериться это не те люди на которые ориентируется правый сектор который бы их был способен в принципе мобилизовать теперь вопрос а кто станет способен вывести вот этих людей на улицу бывших избирателей партии регионов которые сейчас разочаровались естественно Евгенукович и партии регионов и в оппозиционном блоке и за компартию они не будут голосовать но они не будут поддерживать Порошенко и Юценюка вот появится ли такая политическая сила которая сможет добиться доверия в этих людей может быть старых может быть новых на этот вопрос ну старых старые уже предлагали свои проекты развития страны да Украины но в итоге элита Юго-Востока в общем-то пала под натиском Майдана а эта элита которая в основном на западно-украинском электорате и частично на центрально-украинском базируется они тоже ухватили эту власть но они не стали всеукраинской элитой то есть получается что вот это кризис-элит он либо разрешится появлением кого-то какой-то силы людей которые представят новый проект Украины да либо же это затягивание какую-то я не знаю рутину да в цепь в дальнейшее развитие событий по неблагоприятному сценарию ну вот есть реалистичный сценарий допустим какой-нибудь украинский олигарх попытается мобилизовать этих людей и попробует представить политический проект который будет лояльным его интересам и при этом выступать с позиции такого-то социального популизма и скорее всего риторики объединения Украины скажем с риторикой которая будет ближе к людям в юго-восточных областях вот этому вот группе тихого протеста как мы их называли это один вариант другой вариант это допустим появление левой партии которая попытается объединить украинцев запада и востока вокруг их общих социальных интересов насколько левое настроение извините сильны в обществе ниша электоральная в результатах в цифрах в результатах вопроса тут опять же тут непростой вопрос объективно на самом деле левое социалистическое коммунистическое и так далее неважно национальное социалистическое интернациональное социалистическое вот в целом тут просто вот нужно понимать одну вещь люди могут быть объективно левыми то есть они будут выступать против приватизации стратегических предприятий Украины они будут выступать против неравенства они будут выступать против бедности это в общем-то левая позиция левое настроение правое они как раз за неравенство вот но люди не будут ощущать себя левыми они будут выражать свои левые взгляды совершенно другим языком. Они будут готовы, допустим, проголосовать за правых популистов, если у них будет ярко выраженная социальная риторика. И на этом играет и Ляшко, и на этом может играть Юлия Тимошенко, и на этом может играть ультраправые силы, как правый сектор или свобода. Ну, правые они тоже разные. Есть правые консерваторы, да? То есть, условно, есть правые консерваторы, но с сильным социалистическим компонентом, да? Это правые популисты. Ну, национальный социализм, он тоже социализм, только национальный, да? Она партия, хоть и немецкая, социалистическая, но тоже рабочая партия. Как Сталин перед вторым, когда перед 41-м годом пропаганду рассказывал, да? Так вот, получается, что сейчас левые и правые силы во многом борются за одну социалистическую нишу. Нет, на самом деле, ну, тех, кому мы привыкли называть левыми. Компартия Украины, например, единственная парламентская партия, которая у нас существовала до осени прошлого года. Они борются за совсем другую нишу, чем правые популисты. Левые, к сожалению, у нас стали таким вот региональным проектом. Они уже много-много лет опирались, в общем-то, на юго-восточные области и играли даже уже не столько на советской ностальгии, сколько даже все больше и больше на темах объединения с Россией, братских народов, славянского единства, православной церкви. Это даже не по инерции, это на самом деле это вот деградация всего проекта советского коммунизма, к сожалению. Вопрос сейчас, появится ли новая левая сила у нас. Сейчас за эту нишу начинают бороться, там Кожара, да, социалисты, партия социалисты, плюс еще там немало как бы проектов, которые пока не афишируются, но тем не менее есть. Ваш прогноз, да, можно ли ожидать осенью каких-то больших социальных протестов? Осенью, да, это довольно реалистично. Вот летом количество протестов, оно сезонно снижается, люди едут в отпуска, и во время отдыха они как раз не протестуют, потому что там происходит на новогодние праздники. Вот, но с осени начинает и Верховная Рада работать, под нее надо проводить, протестные акции, люди возвращаются уже в свои города. То есть это естественно, да? Плюс будет опять же очередная, это сезонно, и будет очередное повышение тарифов. Вполне можно ожидать. Могут ли местные выборы и активность политических партий как бы не аккумулировать, а подстегнуть протестные настроения и сдетонировать в каком-то смысле? Да, могут сдетонировать, могут также попытаться канализировать, хотя, ну скажем, местные выборы не так много чего решают. Но тем не менее, выборы. Хорошо, спасибо большое. К сожалению, наше время подходит к завершению. Напоминаю, с нами в студии сегодня общался, обсуждал проблемы протестных настроений в Украине. заместитель директора Центра социальных и трудовых исследований, кандидат социологических наук Владимир Ищенко. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, а мы будем следить за развитием событий, то, что касается работы парламента, закона о местных выборах, минские переговоры. Смотрите программу «Политический вечер», программу «Война и мир» ежедневно на официальном сайте 17-го канала. По пятницам вы сможете осмотреть программу «Версии» с Алексеем Кутеповым. И большое спасибо, что вы всегда с нами. Всего вам доброго. Мир вам.